Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего разговора – книга второзакония, глава 6. Нашим помощником в том, чтобы толковать, читать внимательно в Писании Ветхого Завета является портал экзегет.ру Итак, дорогие друзья, мы с вами знаем, что во второзаконии есть, пожалуй, центральная, главная, основная глава, это глава 5, содержащая деколог, те самые 10 заповедей, которые Бог на скрижалях изложил Моисею и отдал всему, тем самым народу Божьему, Израиль. Но тут тоже у нас начинается довольно важная глава, содержащая базовый текст, очень важный стих, имеющий до сегодняшнего дня очень большую важность среди современного еврейства. Это есть известная молитва «Шима Израиль». И вот об этой молитве и о том, что окружает текстуально этот стих очень важный, сегодня мы и поговорим. Итак, читаем глава 6, книга «Второзаконие». «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею». Ну, мы знаем уже, ну, как раз говорилось о том, что «Второзаконие» это есть учебник. Да, и тут выступает Моисей как учитель. Он сообщает закон, которому нужно научиться. И Моисей пытается научить самому важному из того, что было сообщено Богом на Синае Израилю. Зачем нужно научиться? Зачем нужно все это знать? «Дабы ты, о еврей, боялся Господа, Бога твоего и все повеления его и заповеди его, которые сегодня заповедуют тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих и во все дни жизни твоей, чтобы продлились дни твои». Очень хорошая мотивация. Зачем нужны все эти заповеди, все эти слова, все эти сложности? Не ради самих сложностей, не ради самих заповедей. Заповеди не ради заповедей, а потому что у них есть очень хороший, добрый, сладкий социальный эффект. Зная эти законы и практикуя их, воистину жизнь в Ханаане будет добрая и у тебя, и у твоих детей, и у твоих внуков. «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед, сиисуй постановление и законы, которые заповедовал Господь Бог сынам Израилевым в пустыне по исшествии их из земли египетской». Такое маленькое вкрапление редактора, переписчика позднейшего, который подводит итог или, иначе говоря, указывает место и время, когда дальнейшее было озвучено. И вот мы читаем дальнейший стих, центральный во всей этой главе, стих 4 главы 6. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един и есть». «Шема Израиль адоной, элохэну адоной эхат». Так звучат эти слова по-еврейски. И, конечно, это есть такой настоящий символ веры, базовый текст, излагающий самое важное, то, что касается веры самого Израиля. До сегодняшнего дня, хорошо это или плохо, но в иудаизме торжествует вот такое буквальное понимание единобожья. Бог един, он прост других богов. Другого какого-то сложного строения в божестве нет и не может быть. Давайте разберем этот символ веры, стих 4 главы 6. «Слушай, Израиль». Но вот очень важно, что Бог обращается к Израилю именно с этим призывом, этим приказанием. «Израиль, ты должен слушать». «Израиль, ты сидишь в аудитории, твой лектор, твой профессор, сам Бог, твоя функция, Израиль, слушать». Слушать что? И вот тут есть два раза используется имя Божье ЕХВХ, о нем мы говорили в главе 5, и вот сказано здесь, что вот этот самый ЕХВХ, он является Богом, Элохим, и он является одним, он является единственным, Эхат, об этом возвещает эта заповедь. Это известный текст. «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Но вот еще одно такое новозаветное постановление, заповедь, это же заповедь, любви, люби, а выше было сказано «слушай», продолжаются сообщаться Израилю Божьи заповеди, Божьи директивы, Божьи указания. «Израиль, слушай, чтобы любить, слушай хорошо, и поэтому из-за этого ты будешь Бога любить». Часто утверждают, что Ветхий Завет не учит любви к Богу, но нет, видите, здесь соседам стиха 4, где есть молитва Шима, есть стих 5, который призывает любить Господа Бога твоего. Дальше есть такое вроде бы лишнее уточнение, нужно любить Его и всем твоим сердцем, и всею душою, и всеми твоими силами. Но все это подчеркивает одну очень важную мысль. Всем твоим естеством, и разумом, и эмоциями, и чувством, и волей, и телом ты должен испытывать любовь к твоему Богу и Спасителю. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в твоем сердце, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Ну, друзья, очень трогательные слова, предписывающие еврею, израильтянину говорить с детьми об этом, рассказывать детям эти вещи, вот, где бы ты ни был, значит, в семье, на дороге, ложась, вставая, ты должен эти слова, вот, говорить, толковать, озвучивать. Какие слова? Но, возможно, имеется в виду слова и главы пятой тоже, и доколог тоже имеется в виду или шире весь закон Моисеев. Но традиция иудейская, довольно традиция уже ранее, она связала этот призыв «учи, внушай, рассказывай, рассуждай» именно со стихом четвертым, то есть молитвой «Шима Израиль». И вот в этой связи описывается то, как лучше всего помнить, знать, погружаться и практиковать смысл этой молитвы. В стихе восьмом указывается то, что нужно сделать нечто с твоей одеждой и потом с твоим жильем. И так тут написано. «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими». Вот очень такой странный стих восьмой. Но, наверное, изначально имелся в виду такой смысл, такой был символ. То есть, как будто бы это написано на руке, как будто есть у тебя на лбу эти вот слова, до такой степени на них ты будь зациклен, до такой степени будь погружен в изучение этих текстов. Но в дальнейшем восторжествовало буквально в понимании этого стиха восьмого и в иудаизме, и появился целый такой до сегодняшнего дня существующий такой элемент религиозной одежды. Такие коробочки, которые содержат стихи и сторы. И вот эту молитву Шама Исраэль. Коробочки повязываются на голову, на лоб и на руку человека молящегося. Там есть такие ремешки, которые обматывают вокруг руки и так далее. И вот все это называется тфилин. От слова тфила, молитва. Поэтому тфилин и вот это то, что связано с твоей специальной одеждой, когда ты молишься. Мы читаем в Дом Завете, что люди религиозные, фарисеи, расширяют хранилища свои. Какие хранилища, думаю, мы? Интересуемся мы. Какие-то, возможно, ангары, кладовые, склады какие-то. Что тут имеется в виду? На самом деле, тут написано слово филактерион, которым и обозначается тот самый обычай сооружать хранилище на челе и на руке молящегося человека. То есть, это обычай древний, который был во времена Христа уже укоренившийся. И Христос, понимаете, его критикует, указывая на то, что забота о внешнем как будто бы покрывает недостаток, нехватку чего-то содержательного и чего-то внутреннего. Читаем дальше. Стих девятый. Напиши их на косяках дома твоего и на твоих воротах. Вот еще нужно сделать какие-то отметки, указания на косяках твоего жилища, твоего дома, чтобы как можно чаще, входя в дом и выходя из него, замечать элементы Божьего закона. Но это тоже до сегодняшнего не существует. Такие ритуальные таблички, которые размещаются на косяках домов, где живут израильтяне, люди верующие среди иудеев. Называются все это мезуза. И там тоже есть отрывки из Писания Ветхого Завета, из Тора и из молитвы Шима Израиля. «Когда же ведет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Авраму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которые ты не строил, и домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодцами, высоченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не насадил, и будешь есть и насыщаться». Описывается грядущее, ожидающее евреев блаженство в Ханаане. Там будет хорошо, потому что земля богатая и сытая. Но там есть и опасность. Там есть риск и угроза. Когда всего у тебя будет много, ты будешь сытый и такой живущий буржуазной жизнью джентльмен, о, еврей, тогда берегись, чтобы не обольстилось твое сердце, не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Ну вот описывается известный механизм, сопутствующий нам в нашей жизни. Нам плохо мы помним о Боге, нам хорошо мы о Боге забываем. «Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилипись, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь, Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенялся гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил бы Он тебя с лица земли». Ну, как будто мы тут слышим уже голос переписчика, живущего в эпоху плена или послепленный период, и он как будто бы рассуждает. Но вот вы это все нарушили, вы были сытые, вы были довольны, у вас была хорошая земля, и вы забыли элементы, очень важные Божьего закона. И поэтому вас однажды ждало то, что описывается в стихе с пятнадцатым. Гнев Бога, благоревнительный на вас, как будто бы пламенем опускается, вот, и вы лишаетесь той земли, которую Бог однажды вам обещал, и свое обещание Он исполнил. «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали его в массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и устава его, и постановления, которые Он заповедал тебе. Делай справедливое и доброе предачами Господа Бога твоего, чтобы хорошо тебе было, и чтобы ты вошел и овладел доброю землею, которую Господь, клятвою, и обещал отцам твоим, и чтобы он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь». Ну вот Бог призывает снова и снова, когда будете в Израиле, не забывайте того, что я вам сказал на Синае, либо здесь, в Иордании, через своего пророка Моисея. А потом начинается в конце главы шестой сюжет, связанный с тем, как должно передавать эти законы, эти уставы еврею. Лучший контекст – никакая ни школа, ни синагога, ни церковное собрание и ни храм в Иерусалиме. Для этого лучший контекст – разговор отца и сына, разговор внутри одного семейства. Если спросят у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат сие уставы, постановления и законы, которые должен я исполнять, которые Бог мне заповедовал, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь Бог вывел нас из Египта рукою крепкою и мышцею высокую. И явил Господь Бог знамения и чудеса, великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его и над войском его, перед глазами нашими. А нас вывел оттуда Господь Бог нас, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую Господь Бог наш клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сие, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, чтобы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди эти пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедовал нам. Да вот, дорогие друзья, целые символы веры, целое краткое такое лаконичное изложение того, что Бог сделал в истории Израиля. Тут содержится. Тут есть указания на эпоху парадцев, на то, что Бог обещал кое-что своим возлюбленным друзьям, слугам Аврааму, Исааку и Якову. Тут есть слово про фараона, тут есть то, что однажды вам было тяжело и страшно, вас могли уничтожить. Но Бог вмешался и спас свой народ, потому что Он его очень любит. И вот все это нужно рассказывать за столом, отвечая на вопрошание своего сына. И по сути все в Терзаконе есть хороший учебник, дающий нужные примеры, нужные формулы, нужные лаконичные выражения для того, чтобы изложить суть библейской веры. Дорогие друзья, голова шестая, где есть очень важный текст, молитва Шима Израиль, слушай Израиль, мы ее прочитали, прокомментировали, помощником нам было во всем этом портал экзегет.ру. Спасибо за внимание. С вами священник Алексей Волочков из Петербурга, Феодоровский собор. Продолжение следует...